Из орла и рэшки. Первая чинная валюта выглядала, как обычный серебряный злиток. Грошовый знак под назвой гривна вошел в оборот в 13-м стагодзе. Им корыстались князи, знати и гандляры подчас буйных финансовых сделок. Але у основных гандаль уявлял с собой натуральный обмен – ты мне, я тебе. В те далекие времена люди обменивались товаром. Это могут быть и кусочки янтаря, это могут быть какие-то ювелирные изделия. Встречаются и гребни из Кавказского самшита. Это говорит о том, что уже шел обмен и продажа между этими странами. От шляху с вараху греки до прылавка советского магазина. Хронику белорусского гандлю представил Национальный историчный музей. Экспозиция по мерам у 1600 каштонных предметов уявляет собой буйный кермаш. Кожный историчный перец упроводжает по стати викинга, корчмара, рамесника, купца, продавца, спекулянта. Если вспоминать о том, кто такие спекулянты, то сразу же у нас всплывают образы советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где наш главный герой ищет необходимые детали для своей машины времени. И тут к нему подходит загадочный мужчина в пиджаке, который его распахивает, и тут открывается все необходимое. Уластное тело, как вымиральный прибор. Долгий час белорусские гандляры вызначали кош товару относно по меру своей ноги и руки. Так сажень отлеглась помеж пальцами распастертых рук. Гостям вернисажу пропануется на собе чуть вагу пудасоли и фунта разынок. Межиншим во все часы покупников легко обваживали. Товарно-грошовые относины не за все имели законный характер. Особливо активно белорусы занимались контрабандой на початку 20-го стагодзя. Прозмяжу тайно перевозили такие дефицитные панчохи, шкарпетки, пальчатки. А под заславом археологи вынешли соправданный клад контрабандиста. Гэты два чемоданы повные соли и господарчика мыла. Каштовности ховали у высокой прычосцы, широким обудкой и навод рыбинным бруху. Гэты и иншие моменты купли-продажи прописаны у шергу каштовных документов от часа принятия Магдебургского права. Многие з них специально рассакретили для выставы. Заламинованные копии выдаются на руки наведывальникам экспозиции. Инна Пелевич, Миколай Рузавин, агентство Телиновин.